Экспозиция «Тепло вашему дому в сквере юность» – это 52 фотографии, рассказывающие о работе видновского ПТО ГХ с момента основания и до наших дней. В холодные зимние дни нам захотелось рассказать о людях, которые дарят нам тепло. Хотелось рассказать и показать их работу, с одной стороны незаметную, но с другой стороны без этих людей мы с вами зимой замерзнем. Благодаря им мы приходим домой, у нас уютно, комфортно и тепло. Видновское ПТО ГХ объединяет в себе фактически две организации – производственные службы теплосети и водоканала. Первая помогает нам не мерзнуть дома в холодное время года, вторая обеспечивает бесперебойную подачу воды. Мы всегда дарим тепло и уют, но, к сожалению, про нас вспоминают, когда происходят какие-то аварийные ситуации, раскопки. Наша основная задача – чтобы не было бесперебойной подачи ресурса в каждый дом, в каждую квартиру, чтобы не было никогда к нам никаких замечаний, никто никогда не замерзал, не жаловался. А начиналось все в далеком 1968 году. Тогда в связи с активным строительством «Видном» появилась новая большая центральная котельная. Раньше от маленьких котельных, угольные котельные были, ну, некоторые газовые, на 5, на 7, на 10 домов каждая котельная была. Потом из этих котельных мы сделали центральные тепловые пункты, и многие здания до сих пор работают, в которых просто новое оборудование. Виктор Николаевич Голосов работает на предприятии уже 45 лет. Был и мастером по ремонту и эксплуатации, и инженером производственного отдела, и начальником аварийной службы, главным инженером и даже директором. Работает и сейчас, уже будучи пенсионером. Люди, которые не любят работу, можно даже сказать, не любят людей и делают добро людям, они у нас не задерживаются. Только лишь тот, кто относится с уважением к людям, у нас работает, потому что мы дарим добро людям. Тепло в доме – это добро в душе. Именно в его директорство была проведена реконструкция тепловой станции, в результате которой ее мощность увеличилась со 150 до 240 гигакалорий в час. Также был реконструированный машинный зал, замены насосов, химводоподготовки, высоковольтное оборудование тоже было заменено с применением частотно-регулированного привода, которое обеспечивает более плавное регулирование и качественное регулирование отопления, ну и для системы горячего тоже водоснабжения. Новое оборудование можно увидеть на четвертом стенде экспозиции. Несмотря на автоматизацию управления, контролируют работу всех этих систем по-прежнему люди. Сейчас в организации по смену 24 на 7 трудится 776 человек. Именно они – главные герои новой выставки, оценить которую организаторы предлагают до конца января 2022 года.